Братья и сестры, какую тему общую, как вы видите, братья нам излагает? Какая? Вера. Я в данном случае не являюсь исключением. Вера очень многогранная. И когда люди сводят веру лишь до уровня того, что они верят в существование Бога и от этого считают себя верующими, это уровень первого класса образования. Но сегодня мы хотим обогатиться верой, которая называется вера драгоценная, чтобы человек действительно мог стать богатым. А то, что человек верит, что есть Бог, это дает ему даже некоторые преимущества в жизни, какую-то, может быть, надежду, но полная вера, которую Господь нам открывает, она является огромной драгоценностью. И человек, который верит в Господа так, как Бог от него ожидает, действительно будет благословен. Мы слышали на самой первой теме, на самом первом уроке, что без веры Богу угодить невозможно. То есть это такое качество, такое свойство, это то в нашей жизни, без чего взаимоотношения с Богом вообще невозможны. У нас могут быть какие-то недостатки, мы можем чего-то не иметь, может быть, кто-то не умеет петь, кто-то не умеет проповедовать, кто-то не умеет играть в футбол, кто-то не умеет читать, в конце концов, и все это не мешает нам иметь взаимоотношения с Богом. Но без веры невозможно. С веры начинаются все вопросы, все наши взаимоотношения с Господом, к которому мы пришли. Я взял для сегодняшнего нашего вечера, для рассуждений, веру, которая нас оправдывает перед Господом. Наши темы, конечно, перекликаются, потому что мы с братьями так не делились, так ты об этом будешь говорить, ты о том. То есть мы все договорились о том, что будем говорить о вере, чтобы как можно шире этот вопрос нам раскрылся. Поэтому в чем-то мы будем для себя иметь напоминание. То есть сегодня буду проповедовать об оправдании веры. Я думаю, что когда мы говорим вообще о вере, то оправдание, которое Господь нам дал во Христе Иисусе, является, может быть, главным и основополагающим даром, который мы получаем через веру. Я долгое время в своей христианской жизни об этом вопросе вообще даже и не задумывался, и не понимал, что он для меня значит, какое значение он для меня имеет, потому что есть одна тонкость в русском языке. Слово оправдание в русском языке имеет бытовой смысл и юридический смысл. В бытовом смысле, когда мы говорим об оправдании, это человек, который опоздал на работу или на занятия, и говорит, проткнул колесо, умерла бабушка, там землетрясение было, наводнение или еще что-то, и говорит, ну хватит оправдаться, проходи, садись. Оправдается человек, то есть он пытается свой проступок как-то загладить, компенсировать, чтобы другие сказали, ну ладно, ну вроде бы уважительная причина, ну ладно, заходи. И когда я читал в Библии, вот в таком бытовом смысле, что Бог оправдывает нас, и как бы, знаете, такое у меня создавалось ощущение, что мы к Богу приходим, и духовный мир смотрит на нас, на негодяев, на злодеев таким, и Бог так говорит, ну ангелы, уважаемые, ну что с них взять? Вот они живут на этой земле, там все, особенно в России, это коррупция, там ничего по-честному не сделаешь, грязь у них, все такое мышление само по себе, это скифовское, да, вот, что с них взять? Ну нагрешил, ну напедокурил, ну что сейчас с ним делать? И все ангелы так смотрят, ну раз Бог говорит, как бы тут спорить уже мы особо не будем, ну что делать, заходи в рай. Вот так и представлял себя оправдать, то есть нас как-то это, ну вроде как бы тихонечко в рай пропускает, а куда бедно, главное большого греха не сделать. И поэтому это слово так мне создавало такое впечатление, и я не понимал, какой великий дар мы имеем во Христе Иисусе, что вообще значит оправдание. Потому что юридический смысл слова оправдать, это означает признать невиновным, то есть когда совершается суд, там судебный процесс, проходит человек, может быть подозреваемый в чем-то, или есть какая-то тяжба, и вот судья говорит, этот человек не виноват. Мы исследовали дело, послушали свидетелей, изучили материалы, улики и прочее, и мы говорим, этот человек не виноват. Он выходит из-за осуда, у него нет никакой судимости, никто не говорит, ну нам надо к нему провести схождение, потому что были вот такие обстоятельства, ему было трудно. Нет, судья говорит, не виноват этот человек. И вот то, что мы получили во Христе Иисусе, это не жалкое оправдание, когда кто-то дают нам снисхождение в силу ужасных обстоятельств нашей жизни, но когда нас объявляют абсолютно невиновными. Как будто бы наша жизнь, это белый чистый лист. Я возьму в основание стих из книги пророка Исаии, 53 глава, 11 стих, очень известный стих, глава вообще известная. На подвиг души своей он, то есть Христос, будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Сегодня я не буду много цитировать стихов Писания. Очень много говорится в Писании об оправдании, и сам Господь назван в Библии «Господь оправдание наше». Но я просто сам вспоминаю время, когда я слушал разные проповеди и объясняли этот вопрос, и когда я ничего не мог понять в этой ситуации, в моей голове потихоньку, по мере того, как стал понимать, стали возникать иллюстрации. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы этот вопрос постарались уразуметь на фоне иллюстрации. Я буду вам рисовать на доске, схемы, объяснять на пальцах. Потому что это крайне серьезный вопрос. Когда мы не понимаем вопрос оправдания во Христе Иисусе, вопрос Божьей праведности и нашей греховности, мы приходим неизменно к двум результатам. И они выглядят противоположно, но они обязательно будут в нашей жизни, если мы не понимаем вопрос оправдания веры. Написано, что он оправдает через познание его. Если мы не будем познавать Бога, не будем познавать это учение, не будем познавать Господа, то дар Божьей праведности, реализация вот этого оправдания может в нашей жизни даже не существиться, или мы не получим от этого благословения. Будем сидеть на сундуке с золотом и кушать старые заплесневелые сухари. Вот точно так живут многие христиане. Господь говорит старшему, отец говорит старшему сыну, помните, все мое твое. А он бедняжка пашет с утра до ночи, не смеет даже козленка за когоотец делать себе шашлык. Это ситуация, которая меня очень удручает, и мне очень жалко. Сегодня огромное количество христиан, которые пашут на своего небесного папу, но никак не получают от этого удовольствия. Почему? Они не познали праведника, они не познали, что они имеют в своем Господе, и поэтому сегодня мы будем стараться к этому приходить. Итак, два варианта или два вывода неправильных, к которым приходит человек. Первое. Человек становится самодовольным. Когда мы не понимаем, что такое праведность Божия, мы создаем свое какое-то собственное понимание, мы в него вписываемся, и мы этим довольны. Второе. Человек, который не сумел в силу чего-то создать свое собственное впечатление о Божьей праведности, урезать все это, он попадает в болото уныния и угнетения. Человек, который примерно представляет, как Бог праведен, но не знает о том, что Бог его тоже оправдал, он живет в постоянном осознании неспособности достичь высот, которые Бог ставит перед ним. Нагорная проповедь для него, как убийственная пилюля, когда он читает, что не только нельзя прелюбодействовать, нельзя и посмотреть с вожделением, не только нельзя убить, но нельзя даже и гневаться, а ненавидящий брата свой, весь человек, убийца, это такая высота, и человек на нее карабкается, карабкается и скатывается снова и снова, и в конце концов угнетенный и унывающий человек говорит, я уже больше пытаться не буду. И он бросает это занятие. Один надел какие-то очки сварщика, залепил себе свои глаза и говорит, все хорошо и все прекрасно, голова в песке, меня никто не видит, я никого не вижу и прочее, а другой, который понимает все-таки, насколько праведен Бог, я никогда не смогу иметь с Богом взаимоотношения. И вот такие два противоположных результата, самодовольный и угнетенный, имеют один корень, человек не разумеет праведности, Божье учение об оправдании. И поэтому сегодня для того, чтобы как бы, насколько можно, понятно нам это было, я буду рисовать, рисовать. Я верю, что, когда мы уразумеем эту истину, кто уразумеет, вообще-то она не происходит, это разумение не приходит только от лекции, или от докладов, или от одной проповеди. Это приходит осознание, полное осознание, когда мы постепенно познаем Господа, Его характер, и вот это понимание, что Бог сделал для нас, становится глубоким, и служит для нас фундаментом жизни. Итак, мы сейчас представим себе двух человек. Там уже смирились с тем, что ничего не видно, да, я так понимаю? Вы нам рассказываете слова. Я вам буду рассказывать слова. Зачем мне двойная работа, говорить и рисовать? Я для того рисую, чтобы не говорить. Итак, мы рисуем шкалу. Кстати, вот это мель, мель, вот я нам уже нам не нужна. Надо одной ухо держать, надо стирать. Так, вот мы рисуем шкалу. Некая высота, какие-то размеры. И у этой шкалы два человека. один радостный, другой грустный. Почему? Радостный, высокий, почему? Дорос, высок, еще там можем нарисовать какого-нибудь уже ушедшего в небытие, вот, какого-то подвижника там, древнего, которым ходит много рассказов, как он был хороший, и этот человек смотрит, что вот еще немножко я буду таким, я уже давно не такой. Вот, у этого человека есть повод быть довольны. Почему? Потому что есть некая шкала, и он чуть ли уже вообще не находится на самой высоте. по этим меркам говорят, вы уважаемый, выше среднего роста. У вас получилось. А этого никак не получается. Он ест морковь, он висит на турнике, значит, что только не предпринимает, покупает всяких сетевых маркетингах подозрительные пищевые добавки для увеличения роста, плавает в бассейне и никак не может подняться выше вот этой планочки. Ему очень грустно, он смотрит на него и даже не смеет читать про этого, что там уже совсем великая и большая высота. Вот два человека, которые находятся в разном положении. Один доволен, другой недоволен. Рисуем другую шкалу. Пока до шкалы еще не дошел, не переживайте. Поняли, да, что ли? Луна и Земля. Вы видите там сейчас этих двух человечков около этой линейки? Тоже не вижу. Даже с гугла их не разглядеть. Почему? Потому что здесь уже пошли какие-то совсем другие расстояния. Здесь речь идет о сантиметрах, там пошла речь о километрах. И вот эти два человека, которые на фоне вот этой линейки чувствуют себя очень разными, очень отличающимися. У одного очень выгодное положение, у другого очень невыгодное положение. Вот в этой ситуации они оказываются в одинаковом положении. Вы согласны? И вот этот человек если вдруг захочет подтянуться и по этой шкале допрыгнуть допустим до Луны будет иметь очень мало успеха. Из космоса будет глядеть Юрий Гагарин на этих людей или там который высадился американец на Луне и ждать когда же тут кто-то появится у меня сосед. Не может их разглядеть. Землю видит голубая жемчужина все красиво и прекрасно но допрыгнуть он оттуда никто не может. Все люди на этой земле и высокие и низкие и карлики и микроб по сравнению с человеком почти получается одинаковые на фоне этой шкалы. Понятно или нет? К чему я это говорю? Человеческая праведность человеческая мораль вот такая линейка может быть человек никогда не убил ничего чужого не взял на заводе честно отработал 44 года и получает честно свою пенсию а этот курит и пьет еще и наркоманит еще у соседей утащил телевизор у одних у другого сотовый телефон и прочее и никак не может распутаться и развязаться вот этого человека заслуженная пенсия с ним здороваются говорят Иван Иванович а про это говорят Ванька помер очень разные в жизни результат разной позиции разный взгляд человеческая праведность на фоне божьей праведности эти два человека оказываются в одинаковом положении Бог настолько свят настолько кристально чист что праведность вот этих двух людей их разное положение становится одинаковым по этой самой причине мы с вами находим священописание как будто бы противоречащие друг другу стихи в одном месте написано о человеке что он поступал по всем заповедям и уставам господним как кто читал библию пожалуйста подскажите беспорочно то есть мы можем здесь сказать даже что это не человеческая праведность лишь человеческая праведность это божьи законы божьи правила которые он дал которым человек пытается достигнуть и вот были люди которые заняли здесь высокое положение и библия очень одобрительно высказывается они по мере того закона который господь им дал достигли высот и одна женщина говорит о проходившем пророке елисея своему мужу человек который ходит мимо нас постоянно святой он отличался от других людей и это есть нормальное явление но вдруг мы читаем в послании римлянам или в послании галатам или в других местах все согрешили и решены божьей славы все до одного сделались непотребными как так та же самая библия которая говорит о том что этот человек святый везде поступает правильно эта же библия говорит о том что все согрешили все до единого стали негодными всякий человек ложь почему потому что в одном случае применяются одни рамки и одни условия и Бог дает человеку закон к примеру Моисей когда дал заповедь о слово о разводе о письме по разводу Иисус говорит он дал это по вашему жестокосердию если бы если бы Моисей не дозволил ветхозаветним людям израильтянам разводиться они бы просто своих жен зарезали всех и Моисей смотрит чем зарежут лучше пусть разведутся выхода нет природа греховная берет своем и поэтому ветхозаветний закон написан был ослаблен плотью там люди отличались праведный человек апостол Павел говорит о себе я был по правде законной непорочной до самого верха добрался преподобный по правде законы был непорочным а потом пишет в послании из грешников какой первый вот в этих рамках я самый первый грешник абсолютная божья праведность вообще стирает разницу между культурным интеллигентным порядочным нравственным человеком и падшим негодным ужасным непотребным преступником общество видит разницу бог уже не видит эту разницу человек и по этой самой причине представьте себе происходит такая ситуация когда человеку предлагается ну скажем космический корабль отправиться на луну у многих людей в голове представление что вот это вот вот то что они знают в своей жизни о чем они читали что им передали отцы и матери это и есть абсолютная божья праведность и когда человеку говорят тебе нужен крест христов тебе нужно покаяние чтобы быть праведным он не понимает о чем речь он говорит я и так праведный я и так уже нахожусь на высоте мне уже изменяться некуда и библия говорит что есть люди которые усиливаясь поставить собственную праведность что сделали не покорились праведности божьей праведность божья предложена во христе иисусе крест христа бог говорит вот эту высоту вы никто преодолеть не можете но я могу вас доставить на эту высоту через крест через прощение через оправдание во христе иисусе когда бог через веру человека человек верит господу принимает покаяние и бог ставит его в положение абсолютно невиновного человека абсолютно праведного мы не можем молиться богу мы не можем входить в его присутствие если в нашей жизни есть хотя бы один изъян как тогда мы молимся ему мы молимся потому что господь нас оправдал во христе иисусе через крест господа он взял на себя наши грехи кто читал из вас послание филимона мало из тех кто читал это послание скажите сколько там глав одна глава прекрасно там есть очень интересный эпизод по предположениям раб анисим убежал от господина филимона который был христианином и даже украл что-то у него при этом попал в тюрьму работала полиция и там в это же время находился праведник апостол павел и попроповедовал этому человеку тот покаялся и пишет письмо и ходатайствует его господину филимону о том чтобы его принял уже как брата во христе и там есть такая интересная фраза там написано если он чем-то должен тебе что сказано почитай это на мне и в другом стихе написано прими его как мое сердце смотрите что происходит долг Анисима Павел берет на себя заслуги Павла Павел отдает Анисиму претензия предъявляется Павлу за долги Анисима а Анисима принимает как Павел прими его как мое сердце то есть Анисим ничего кроме зла не сделал но он возвращается домой и филимон его обнимает с радостью как кого как Павла потому что Павел подавил условно говоря Анисиму свои заслуги а долг взял я расплачусь проблему взял на себя а преимущество отдал ему вот что произошло на Голгофском кресте когда Господь умер за нас написано праведник раб мой оправдает многие грехи на себе понесет все наши грехи положены на нашего Господа Иисуса Христа настолько привычная фраза настолько же привычна настолько же непонимаемая нами до конца что произошло в то время а заслуги свои вот этот Иисус непорочный ничего плохого никогда не сделал ни одного неправильного слова не сказал а вы приходите к небесному Отцу встаете на коленочке молиться и вас принимают как Иисуса Христа вы это представляете или нет вас принимают как Иисуса Христа потому что грех ваш был взят на него Иисус расплатился за ваш долг а вы приходите теперь не как какой-то полубольной праведник не какой-то там не устроенный какой-то недоделанный и мы стоим и говорим господи понятно да вот я такой вот как-то меня прими Библия говорит что заслуги вменены оправдан во Христе Иисусе человек вот здесь вот в этой истории находится у нас фарисей и мытарь почему вот эти люди мытари преступники так быстро соглашаются сесть на этот корабль скажите мне пожалуйста почему эти люди принимают крест Христа почему мытари и блудницы идут вперед царство Божие фарисеев и прочих они видят свою греховность на фоне чего на фоне других людей то есть им даже не надо знать вот об этом так ведь чтобы принять вот это мытари и блудницы идут вперед царство Божие не потому что они лучше этих фарисеев а потому что у них есть осознание нужды они такие маленькие что они не могут допрыгнуть вот до этого фарисея они не смеют поднять глаза даже к небу они бьют только себя в грудь и когда им говорят тебе вообще-то надо вот не до этого симона фарисея допрыгнуть до высоты дорасти тебе надо до луны они говорят какая луна мне бы хоть как быть этот сосед симон какая луна то есть у них осознание постоянное осознание нужды эти алкоголики которые ходят стучаться к нам дай трешку мне взаймы там мне надо на хлеб мне хватает на рыбу пожалуйста руки трясутся и прочее вот эти все люди большая часть их живут постоянно они ничто и когда я здороваюсь со своими друзьями детства которые пропелись уже и прогурились им очень удивительно что я с ними я с ними разговариваю потому что их другие друзья детства интеллигентные культурные люди уже их давно отвергли этот человек всегда понимает он ничтожество там есть свои проблемы с извращенной гордостью и прочее мы не будем сейчас это затрагивать и поэтому мы дарь и блудницы когда услышали о том что есть корабль на луну что есть путь царства божия что сегодня заслуги человека не могут ему ничем помочь им даже нечего терять им не от чего отказываться а вот этот человек он всю жизнь поднимался он ел морков он растягивал позвоночник он висел на турнике по полдня он достиг таких высот и ему говорят слушай дорогой вам еще там сколько до луны километров вот она школа ничего не помню вот он дорос он трехметровый стал галя он так важно ходит он бы ходил сегодня среди нас и смотрел бы сверху так где там кому там баробушка достать еще что-то кому мячик там перекинуть куда-то где там черемуху сверху снять так бы снисходительно ко всем нам обходился и стучался бы ночью в окна там на втором этаже да припугивал бы нас высок преимущество большие только нечем было бы доставить его обратно в пельм но он бы сделал себе кабриолет не проблема понимаете и вдруг приходит какая-то ситуация что вот этот его рост не значит абсолютно ровным абсолютным счетом ничего это уязвляет причина гонения на Иисуса Христа заключалась в том основная причина что люди вдруг заслуженные поняли что они не заслуженные они заслуженные радовались что есть путь не через заслуги это было парадоксально Иисус говорил этим людям и проповедовал и открывал эту праведность когда вы знаете он проповедовал фарисеям и когда он говорил эту проповедь нагорную он говорил это не для того чтобы люди послушали все нам вообще никогда не дорасти нет вообще-то была такая цель когда мы не можем подпрыгнуть до потолка и нам говорят что вам надо подпрыгнуть до фонарного столба мы уже начинаем что-то думать мы начинаем понимать нам вот тут мы уже рукой достали я уже знаете я уже почти почувствовал край ногти я не подстрик ногти я подпрыгнул я уже достал о у меня что-то в жизни есть и приходит проповедник утешитель правды и говорит знаешь что ты конечно молодец ты поцарапал потолок своими нестриженными ногтями у тебя запасных 5 сантиметров очень прекрасно но знаешь вообще-то вообще-то надо до фонарного столба пофрыгнуть и все что-то сдувается там внутри почему писание говорит где то чем бы хвалиться уничтожено ни один человек не имеет основания в своей праведности настолько чтобы иметь право прийти к Богу ни один человек я хочу вам сказать что мы никогда в жизни не станем такими людьми чтобы нам больше не понадобился оправдывающий нас Иисус Христос этот день никогда не наступит если вы когда-то себя почувствовали что вы встаете на колени помолиться Богу и вы чувствуете я сегодня ничего не наделал о слеп если вы почувствовали в какое-то время жизни я ничего не наделал у меня так прекрасно что сегодня прошел день что не в чем каяться даже перед Богом как чудесно я задел потолок о слеп это очень грустно и печально а многие люди для того чтобы потому что не разумеют праведность Господа не разумеют что Господь желает сделать для нас что он желает иметь с нами отношения заплатил за это огромную цену они думают что когда мы станем хорошими Бог расположится к нам и у нас все будет хорошо и будет нас еще любить но не получается допрыгнуть до Луны и тогда начинают изобретать свои мерки говорят вообще-то вообще-то кто сказал что надо до Луны нет это какая-то крайность это какой-то фанатизм это что-то неправильно нет достаточно вот это вот это вот это вот это это то что сделали в Парисе Иисус говорит вы отдаете десятину смятый рутый икминок они сидели они собрали в огороде эту траву и отсчитывали так лишка нет мало у них были такие весы ювелирные на которых они взвешивали все эти травки ровно десятая часть укропа Господу все точно читал ой хорошо возьмемся теперь за мяту взялся за мяту отделяет ровно десять снова пересчитал ровно десятая часть так все так здесь немножко тяжело расщепил еще все десятая часть знаете какое удивлекательное занятие а еще два дня поста а еще в храм прийти вовремя а еще здесь надписи на лбу правильные а еще на углу постоять и добрым примером для непокорной молодежи послужить пусть видят как молятся настоящие молитвенники еще посмотреть строго на негодяев блудницы мытали которые ходят по улице и напомнить им лишний раз о Божьей правоте вписался все праздники соблюдаем три раза в году приходит в храм со всем народом Божьим из всего Израиля приносит жертвы какие нужно праздники все совершаются все прекрасно он на потолке он доволен а Бог говорит фарисей слепой ты оставил главное в законе некоторые христиане я всей душой за целомудренную одежду я всей душой за правильный внешний вид но я всей душой против того чтобы люди после того как одели правильную юбку и смыли с себя гипс и прочее и сказали теперь я праведный ко мне у братьев нет претензий у братьев нету Бога есть если твоя внутренность развращена и ты думаешь что достаточно и преобразить свой внешний вид ты сильно ошибаешься это происходит сплошь и рядом и это очень грустно и печально когда мы абсолютно не понимаем насколько праведен Господь вот здесь находится Даниил Даниил достиг высоты вы помните что сказано о нем он был из трех людей и офной и Даниил которые праведностью своей могли бы спасти свои души тоже условное выражение но как бы то ни было то есть он достиг высоты того что в ветхом завете требовалось от человека вообще но мы слышали когда он молится Богу мы можем сказать что это два взгляда когда он молится Богу он смотрит на себя уже глазами Господа и говорит Богу мы уповаем не на праведность нашу потому что вот эти мои три метра ничто по сравнению с тем что нам нужно мы не можем достичь вечной жизни своей праведности мы полагаемся на твое милосердие это были в ветхом завете праведники это сотник о котором люди говорят он достоин чтобы ты исцелил его сына он построил нам синагогу и любит наш народ а тот сотник смотрит на себя божьими глазами говорит я не достоин чтобы ты вошел под кровь мой и вот эта страшная вещь происходит когда человек начинает измерять себя только этой линейкой то как видят меня люди то как я понимаю библейские правила мы встаем на колени мы смотрим я сегодня как на этой линеечке прекрасно выгляжу мне Господь не нужен это мы так никогда не скажем есть такая ересь учения которая признана ересью называется перфекционизм это элемент некоторых христианских учений слово перфект или перфект английское означает совершенный и это учение говорит о том что человек на земле может стать совершенным настолько что у него уже нечего исправлять почему это учение является ересью почему потому что совершен только Бог и потому что в это время если человек стал совершенным значит ему не нужен оправдывающий Христос всякое учение всякое мышление которое предполагает что в какой-то момент жизни нам уже не нужен Иисус Христос это учение еретическое И вот когда мы с вами встаем элементарно молиться на нашей коленочке когда мы начинаем взывать Господу на чем мы с вами основываемся об этом говорилось я хочу снова обратить внимание и вспомнить ту историю где брат рассказывал человек вышел помолиться чтобы за него помолились и он себя проверил по этой линеечке все нормально в порядке но когда он зашел помолиться вперед он увидел себя в этой линеечке и боялся что Бог его поразит прямо сейчас он ощутил себя ужасным грешником свет Божий пролился в его сердце и вот братья и сестры почему многие из нас находятся вот здесь и хватаются обеими руками за эту линейку нам вот здесь дискомфортно нам плохо здесь мы здесь никто а нам обещали кто был ничем тот станет всем а мы здесь никто мы какая-то жалкая неразличимая точка когда мы только начинаем помышлять насколько праведен Бог мы становимся ничто это неприятно мы видим что все наши добродетели все наше служение все наши попытки абсолютно каждое наше действие имеет свой изъян и нам хочется сюда под этот зонтик вернуться здесь так комфортно люди сказали молодец брат прекрасная проповедь молодец сестра добродетельная ходишь по больным людям молодец прибираешься в молитвенном доме я здесь молодец мне здесь хорошо на основании этой людской похвы я встаю на колени и молюсь Богу кроме одного но я не могу никак исполниться духом святым я себя почувствовал почувствовала комфортно потому что линеечке я соответствую но одно но я не могу я правильная я правильный никак не могу исполниться духом святым потом происходят еще более непонятные вещи когда ваш день произошел весь наперекосяк вы там с утра с кем-то поругали днем неправильно посмотрели вечером неправильно сказали встали на колени и думаете ну все на этой линейке сегодня у меня самая нижняя шкала очень низкая температура что сейчас делать как Богу в глаза смотреть и вдруг неожиданно для себя именно в это время вы исполняетесь духом святым и у вас что-то происходит непонятно что происходит непонятно когда я хороший я не исполняюсь когда я плохой я исполняюсь нет ты исполняешься духом святым не потому что ты был хороший или плохой а потому что ты наконец-то когда ты понимаешь что ты ничто мытарь бьет себя в грусть объясните мне этот стих очень загадочный стих мытарь и фарисей помолились один довольный другой недовольный собой один просит милости другой благодаря за то что он хороший и этот загадочный стих тот пошел в дом свой более оправданный, нежели этот как может быть оправдание более или менее мы говорим о том, что оправдание это признание невиновным и выходят два человека из храма один больше оправдан, другой меньше что это такое за явление вас издаст фарисей получил оправдание да? сам себя оправдывает сам себя оправдывает Пенджамин оправдание, чем вам больше менее, чем оправдание очень интересный вариант значит, один оправдал себя сам то есть, посмотрел сюда под этим зонтиком постоял все прекрасно, десятину даю, пощусь нелюбодействую и прочее, все идеально второй ушел оправданный самим Господу очень интересный вариант есть перевод этого стиха описания в некоторых переводах Библии, где сказано тот пошел оправданным, а не этот в данном случае смысл не меняется знаете, что Господь оказывается, желает нашего оправдания Бог отдал Сына Своего, чтобы нас иметь возможность назвать невиноватыми когда я разумел истину Божьего оправдания я знаю, что я не разумел еще до конца так, как это надо но когда мне стало это потихонечку открываться знаете, что произошло мое несовершенство перестало меня убивать мое несовершенство перестало мне мешать разговаривать с Господом когда я прихожу молиться Богу, я не думаю Господи, насколько смело я могу говорить с Богом насколько я хорош я прихожу и знаю, что пришел негодный человек злый что так и не надумал что так и не наговорил изъянов целое море но когда я разумел что вот в этой вот в этой планочке мы с вами знаете, что меня в это время успокаивает я не слепой слава Богу проистало парк остцов слава Енле слава Девле я не слепой в это время многие христиане самые лучшие из нас это те кто осознают свое ничтожество это самые лучшие из нас они сюда под этот зонтик не бегут они входят в Божий свет и он высвечивает их полностью наизнанке и они видят что сегодня они помыли пол в молитвенном доме а там на затылке была мысль увидеть брата который будет носить воду когда шла из молитвенного дома шла такая счастливая потрудилась для Господа слава Ему стала молиться и в отличие от некоторых не стала закрываться от света и Бог начал взаимодействовать и показывать доченька ты конечно молодец что ты помыла пол ты молодец что ты сходила но посмотри какая у тебя была задняя мысль вы говорите да Господи виновата Господи кайс Господи прости Господи и идете жить правильно дальше это страшная вещь слепота это причина наших обид взаимных чем сильнее мы понимаем какие мы правильные тем сильнее мы обижаемся я думаю что многие здесь находящиеся говорили о себе я наименьший из всех святых если вы обижаетесь если вы способны обижаться не произносите этих слов о себе вы так о себе не думаете на самом деле наименьшему обижаться нет весь я к примеру микроб или муравей наименьший всех святых на этом месте и меня не заметили а может наступили на меня ну что я муравей буду кричать я понимаю я такой маленький что не заметили наступили не заметили и прошли и с днем рождения муравья не поздоровались с немощной букашкой я понимаю я маленький и то что меня большие не заметили нет никакой трагедии наименьший всех святых человек может стать только когда он стоит в божьем свете рядом с этой линейкой он не способен никого судить вообще в принципе ты настолько видишь своих проблем и своих изъянов что тебе тебе некогда просто видеть изъяны других времени на это не остается и вот когда мы приходим к нашему господу когда мы взаимодействуем с ним когда мы просим у него исполнение духа святым я помню как я думал как у меня сегодня прошли эти полдня могу ли я просить у бога исполнение нет не могу я долго спал на полтора часа дольше спал чем положено а взял исполнен духом святым ничего не понять не могу вчера я встал как положено святому подвижнику а молитва была как пустыня небо как потолок а сегодня на полтора часа проспал как живущим наслаждением которые заживо умерли уже солнце зашло уже петухи охрипли а я все еще спал а как я мог исполниться бог подавая нам духа святого в это время совсем не желает одобрить нашу сонливость он желает одобрить нам наше осознание полного отсутствия заслуг на которые опираясь мы могли бы исполниться святого духа и то что мы слышали хорошо быть как Даниил в своем поведении и как мытарь в своем мышлении как собственно и Даниил себе понимал бить себя в грудь день прошел шикарно люди говорят ты на высоте ты пример для подражания ты князь Божий среди нас твоими проповедями мы живем твоим примером мы служим другими рассказам какой ты прекрасный мы смотрим на тебя мы вдохновляемся нет другого такого святого человека мы просто живем тем кто ты есть а он стоит на калиночке молиться и говорит господи я такой негодяй вот кто достиг этой высоты это неуязвимый человек вообще у него здоровый дискомфорт от своих недостатков он знает что с ними надо бороться он видит как трудно ему что-то вырвать из себя но он никогда не побежит от Бога он знает что Господь открыл ему доступ и когда он приходит к нему весь несовершенный у входа в тронный зал Бога ему выдают одежду абсолютно белоснежно без всякого пятна и он приходит в этот тронный зал Бога и разговаривает с Богом по поводу того себя который там под этой одеждой понятно выразился или нет Бог дал нам шанс менять нас несовершенных подарив нам совершенство чтобы приходить к нему и с ним разговаривать и сидеть и пользоваться заслугами Иисуса Христа как ни в чем не бывало и Бог говорит знаешь вот эта одежда у тебя прекрасна все благодаря этому ты сюда зашел благодаря этому мы с тобой разговариваем благодаря тому что Иисус умер за тебя и омыл тебя кровью вот сейчас поговорим что там у тебя под этой одеждой вы знаете если мы слышим проповедь об оправдании и у нас напрашивается вывод что можно грешить и оставаться тем кто мы есть это значит что я правильно проповедую но у вас неправильный вывод было время когда я настолько как проповедник изгалялся и хотел проповедовать о благодати законе и оправдании так чтобы ни у кого не осталось никаких домыслов я понял что я захотел стать лучше апостола Павла когда апостол Павел проповедовал об этом он говорит о людях что они словствуют нас и говорят будто мы учим грешить и что от греха умножается благодать если такой вывод напрашивается неправильно значит я правильно подал мысль и теперь нам нужно предотвратить этот неправильный вывод зачем скажите теперь нам освящаться если в тронный зал Бога мы входим благодаря абсолютной праведности и совершенству Иисуса Христа и на нас там смотрят как на самого Иисуса Христа и все его заслуги вменены нам все что он делал все кто он есть нас принимает точно так же Иисус молится и говорит что ты возлюбил их так как возлюбил меня невероятно зачем тогда исправляться вот мы такие пришли и все и дальше ходим входит и выходит входит и выходит а сам такой же зачем не справляться апостолу Павлу говорили может нам даже грешить вот смотрите раз вот этот человек он быстрее идет сюда садится на этот корабль эти вперед идут царство может так может нам и быть мытарями и блудницами если я проспал и Бог меня наполнил если у меня день произошел наперекосяк а в собрании Бог прикоснулся ко мне так надо чтобы мои дни были наперекосяк зачем освящаться скажите нам даровано с самого момента водного крещения мы вышли с белоснежными одеждами Иисуса Христа святости которой уже нечего добавить абсолютно вы не будете святей не найдет в той святости которой вам Иисус подарил ее нельзя усовершенствовать зачем освящаться расслабимся сейчас все с вами из любви к Богу да признак того что вы вообще входите в тронный зал Бога и выходите из него будет все больше нарастающая нетерпимость к вашим собственным изъям если вы считаете себя человеком оправданным во Христе Иисусе и вы говорите знаете праведность Господа на мне я освящен во Христе Бог признал меня невиновным я ежедневно имею с Ним общение я смело вхожу в Его присутствие я получаю новое помазание Господь благословляет меня я чувствую мощную силу Господь действует через меня мы говорим зачем ты это смотришь порнографические фильмы я все равно оправдан во Христе Иисусе не имеет никакой роли все мои несовершенства все мои проблемы покрыты святыми белоснежными одеждами Иисусе я хочу сказать этому проповеднику уважаемый если бы ты туда действительно заходил ты бы не смог смотреть порнофильмы выйдя оттуда из этого Божьего присутствия вот он нам для того и дал оправдание вот эту невиновность чтобы мы заходили к нему говорили с ним и внутри нас нарастала убежденность что я должен быть как можно чище и если эта убежденность у нас уменьшается значит мы потеряли уже присутствие Бога в своей жизни эти одежды Иисуса они висят давно в шифонере и мы вообще не пользуемся мы только про них рассказываем признак того что я вообще бываю с Богом это нарастающее недовольство своим грехом и постоянно нарастающее желание с ним расстаться кто из вас знаком с таким ощущением наверное все знакомы вот вы перед баней или душем вот бывает такая ситуация что нету возможности одержаться вот футболка выходили к ней вроде ничего после души вышел одеваешь и до этого все нормально было а потом мне хочется ее одевать какая-то она вся неправильная вроде еще можно было поносить нет уже не могу после души уже не могу эту футболку пользованно одевать и точно так же человек которого очистил Иисус Христос которому даровано оправдание ему противоестественно снова соприкасаться с этим грехом в оправдание Иисуса нам дан шанс входить в Божье присутствие но надо входить туда дальше когда мы говорим о спасении апостолы некоторые используют выражение возрастать во спасении держите спасение вот я говорю вот мы держимся спасением корабль шторм мы держимся спасением мы не купили это спасение нам подарили это спасение мы ни копейки не заплатили это спасение мы не заслуживаем это спасение нам надо держаться за это спасение корабль ведет нас к воскресению из мертвых которым написано надо достигнуть с воскресением из мертвых в отличие от избавления от озера огненного вопрос стоит достигнуть воскресения из мертвых все а чтобы достигнуть надо держаться шатан ищет того чтобы у нас спасение украсть и вот когда мы только уверовали и только крестились, мы держимся вот так. Корабль штормит. Хорошо. Крепкая мачта. Мы держимся, держимся, держимся. Потом чувствуем, так заштормило. Ручки скользят. Понимаете, мы держимся. У нас руки скользят, отскальзывают и отпадывают. И сейчас нас унесет этой водой. Что нам нужно? Нам нужна крепкая сцепка. Оказывается, если мы не будем освещаться, у нас будут скользкие руки. Мы будем держаться у спасения, и все время выскальзывать оно будет у нас, из нашей группы. Потому что у нас столько того, чем сатана может быть. Мы держимся. О, Господь ты спас меня. Какой-то парень красивый. Скользкие руки. Не может удержаться, потому что это сильно любит тех противоположного пола. Другой держится за спасение. У него другая скользкость. Сетевой маркетинг, денежский, мигом, там, все, лотерея, казино, разбогатеешь, бэ-бэ, и так далее. Унесло. И вот мы видим похоть, сребролюбие, жадность, обидчивость. Вот я держусь за спасение, меня обидели. Никто меня в церкви не любит, никому я здесь не нужен. Плотская церковь, нет любви в церкви. Опять унесло. Скользкие руки у меня священных человек. И тогда мы начинаем понимать, Господи, ты спасение подарил, но мне нужно за него одержаться. А я одержаться смогу, когда у меня руки будут как у штангиста. В порошке вода. Я не знаю, зачем мы там. Хорошо. Поддержаться, да, Креп? Вот, нам нужен духовный тальк. Это освящение. Мы хватаемся за спасение, и нам говорят, Рубль, мальчик посвистел, БМВ про Бибикова, наркотик, алкоголь, фильмы, кино, развлечение, увлечение. И Бог говорит, нет, в Ветхом Завете, который крепко бы положился держаться за Господа. И вот нам подарено спасение, а Бог говорит, хотите удержаться, освящайтесь. Потому что все наши изъяны делают нас уязвимыми к тому, чтобы потерять подарок, потерять одежды. Если мы будем людьми неосвященными, однажды нам нужно будет прийти, помолиться Господу, мы открываем шифонер, а там нет одежды праведности Иисуса. У нас их украли. Мы проспали. Мы не заметили, как потеряли веру, как потеряли взаимоотношения с Богом. Вот почему человек обязательно должен освящаться, несмотря на то, что он оправдан во Христе Иисусе. И последняя причина, о которой я хотел бы сказать, вы знаете, что на небе нас ждет с вами награда. И эта награда будет настолько, насколько мы осветились. Я уже говорил не раз, что эта награда не заключается в том, что в нашей голове будет тяжеловесный золотой венок. Когда я раньше читал в детстве, я думал, Господи, я даже шапку лишний раз не одену на голову, а там на небе мне будет золотой венок. Если это вот как у царя, с талант веса 25 килограмм золота Давид снял, с талант веса был венец 25 или 15 килограмм, и 15 килограмм сносить всю вечность на голове. А еще мне дадут белый камень, на нем написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, которое положено. А еще мне дадут жезл железный, и я язычников как горшки буду сокрушать. У меня ничего не прощало это. Читаю откровение, думаю, я и без жезла переживу, и без венка золотого, и без камушка этого мне неплохо живется. Ничего понять не могу, но однажды я понял, что все эти образы заключаются в одном. Иисус говорит, побеждающему даст сесть со мной на престоле. Это уже сказано в Ладийской церкви последней, подытоживается. Вся эта награда заключается в быть рядом с Господом Иисусом Христом. Так близко, насколько возможно. И чем больше мы на земле осветились, чем меньше мы грешили, чем больше проникла Божья святость и с этой одеждой в наше собственное естество, тем лучшее мы положение в небесах будем занимать с Господом, и там всю вечность мы это положение не изменим ни на сантиметров. Вы представляете, вот эти годы, в которые мы живем, кому-то 25 лет жить, кому-то 30, 40, 50, вот эти годы определяют наше положение в вечности. Или я там буду издалека, в избушке, и так смотреть, как там поют новые песни 144, искупленных от земли. И я за ними не получается, с этой стороны подойду, подучу, партитуры все там, думаю, ну почему? А Библия говорит, такую будут песни петь, которой никто не может научиться, в вечности будет предел. Вы представляете, мы придем, и думаем, все, теперь все, ни комаров, ни грязи, ни болезни, ни голода, ни жары, но пойдем на репетицию со 144, которые очень сильно любили Господа, следили за ним, куда бы он ни пошел, от земли были первенцами Господу, полностью ему были посвящены, и мы пришли с ними на репетицию тренироваться, петь песню. И не можем, не попадаем в тон. Эти 144 говорят, пожалуйста, покиньте помещение. Как так в небе? Какое-то разделение. О, yes! И самое обидное, вы уже ее никогда не научитесь там петь, и будете всю вечность смотреть. Конечно, там это вообще поразительно, сочетание вечной радости с этой вечной грустью. Я не знаю, как это будет происходить, но это что-то будет такое, когда мы будем знать, что мы никогда не окажемся следить этих людей. Вот почему нам надо освящаться. Вот почему нам надо приближаться к Господу, как только мы можем, и любить Его так, как никто никогда не любил. Апостол Павел говорит, я желаю снастись с Нимом не со своей праведностью. Я не желаю иметь похвалу, вот эту, я хочу снастись с Нимом в праведности, которая во Христе Иисусе соответствует вот этой лимеечке. И это возможно. Я слышал раньше проповеди о броне праведности. Я не хочу ничего сейчас оспаривать, выскажу свое мнение. Когда мы праведны, сатана не имеет нам доступа. Когда я думаю о своей праведности, о том, какой я хороший, я знаю, что это не броня, это паутина. Я не могу защититься от сатаны, от его стрел, тем, какой я хороший. Броней может быть только праведность Иисуса Христа. Сатана не может послать колдунью. То есть, проповедник живет. Волхашская, 25. Почему не передавать этот адрес колдуньям? Волхашская, 25. Надо его и свету сжить. Иголку в потолок, там, вороньи лапы, волчий хвост, чего угодно, подложь, подбрось. Понимаете? Если я вернусь домой, выхожу из машины, но ступил на этот хвост, если лапы скручены, и ворона, значит, тюрьма. Я наступил, и что меня защищает моя праведность? От этих миллионов бесов, которые стоят рядом, чтобы я наступил на эту ворону и ворваться в мою жизнь и все ее разрушить. Моя праведность сможет меня за то, какой я хороший? Это не броня. Если миллион ведьм соберутся и устроят шабаш вокруг микрорайона Южный, чтобы мне плохо спалось, чтобы я был мучен кошмарами, чтобы завывание раздавалось под моими окнами, чтобы утром я проснулся и сказал, не хочу верить в Бога, моя праведность не защитит, но броня, праведность Иисуса, сплю еще и проспал. Так старались ведьмы, а я еще и проспал, и думаю, Жан, ну надо же, будильник разрядился, а Бог насолить хотел врагу, и показать, вот я специально, что у меня аккумулятор у него сейчас, у него сдохнет аккумулятор, сейчас вылез, что он еще на полтора часа дольше спал. А я такой наивно опять грущу, что проспал. Оказывается, это шабаш был так, посмеялся Бог над врагами моими и устроил трапезу на виду врагов, он встал, еще и завтракаю, и беседу, какой наглец, столько сил потратили, а он ест, как ни в чем не бывало, и еще даже это, не помолился с утра, уже ест, и ничего ему не делается. Почему? Броня, праведность. Это в тему, да? Вот я хочу вам сказать, что этот вопрос настолько важен, настолько фундаментален, настолько и сложен. Это вопрос, вызывающий наибольшее количество толков, которые, я знаю, сейчас в вашей голове начинают происходить. Поэтому мы посвятим время тому, чтобы ответить на все вопросы, касающиеся оправдания во Христе Иисусе. Потому что нам нужно по возможности, это не получится до конца, но по возможности нам нужно предотвратить вывод, не грешить ли нам, чтобы умножилось благодать. Нам нужно предотвратить. Он неизбежно приходит в голову человеческой логики. Успокоился и грешил. Вывод неправильный. Поэтому пишите вот такие бумажки. Сейчас у нас уже нет времени на них отвечать. Пишите вопросы. Мы должны обязательно оговорить все, не понятые в этой теме. Проповеднику легче всего не касаться этих вопросов. Я могу вам проповедовать. Молитесь много, ведите себя хорошо, не обнимайтесь, кем не надо, не смотрите, что не надо, не пишите, чего не надо. Это все понятно, понимаете? Это все правильно, это все нужно. Но фундаменту всего этого вы не сможете ни целоваться, ни обниматься, ни смотреться, и ничего подобного делать. Если вы не сходите в Богу с дерзновением, у вас нет потенциала, чтобы жить правильно. И вы в замкнутом круге, вы хотите быть хорошими, но у вас никогда этого не получится. Но сейчас мы помолимся, и даже если вы до конца не поняли эту тему еще, мы будем еще так говорить, но мы сейчас уже, для тех, кто понял частично, может быть, уже много понял, мы поблагодарим Господа за оправдание.